и мой дорогой зритель давай не терять ни минуты и перейдем сразу конфигу главный герой теста райзен 3 3100 4 ядра 8 потоков сам процессор разогна до 4 и 2 гигагерц в стойке него частота 39 гигагерц по всем ядрам материнская плата msi b450 a pro max протагонистом выступает корай 3 9 стоев 4 ядра на 4 гигагерц материнская плата гигабайт за 370 м без тряжь остальные комплектующие были одинаковыми 2 стика по 8 гигабайт gskill sniper x на 3600 мегагерц 716 asus turbo gtx 1080 sjo id cooling aura flow 120 миллиметров ssd smart buy под windows 10 1909 ssd key fade to 240 гигабайт под своп vd blue 1 терабайт под игры и еще один vd blue на 1 терабайт под shadow play все замеры проводились отдельно от записи игры по три раза в избежание рандома запись экрана нужна лишь для демонстрации общей картины настройки выставлялись ультра 720p без сглаживания ну что же дуркалет заправлен теперь можем начинать первой игрой для теста будет кс го пак 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 для кс го картошки хватит да вот только это популярная киберспортивная игра где важен input lag а из-за особенности движка адекватный input lag появляется только после 240 fps поэтому большинство хотят иметь минимум 240 кадров чтобы не было проблем и чтобы их высокочастотные мониторы не выжигали глаза низким фреймрейтом в нашем же случае мы проводим сравнение производительности на ядро где естественно обходит 300 в силу высокой частоты анвил энджин очень хорошо параллелит запросы поэтому дополнительные потоки вкупе с высокой частотой позволяет новинки выездить вперед сильнее всего это видно по статистике одного процента лоу гост рекон брак поинт несмотря на то что эту игру мало кто знает я решил ее добавить в тест обновленная микро архитектура зен 2 8 мегабайт кэша на два ядра позволяет r3 выйти вперед в этом ролике будут две игры где 300 разрывать своего оппонента и одну из них вы сейчас видите на своих экранах это опять технически отстала игра поэтому даже с преимуществом в три процента вы также будете грузиться бесконечно в онлайн battlefield 5 даже несмотря на direct x12 основная разница только по статистике одного процента лоу и разницу существенная спасибо огромному кэшу помните я говорю что будут две игры где разница будет неприлично большой так вот call of duty warzone и есть та самая вторая игра 150 человек огромная карта это тот случай когда 4 4 уже все призы маленький средний фреймрейк это все про и 3 я сыграл на каждом процессоре по три мапы в городе в лесу в аэропорту поэтому данные максимально реалистичные direct x12 позволяет задействовать весь потенциал 300 а большой l3 кэш позволяет процессорным ядрам не простаивать следующие игры предложили подписчики мир пекаря не забудь подписаться их очень сложно синхронизировать поэтому я просто выведу результаты графиком балорант карта хайван 5 на 5 настройки ультра full hd игра где топовые камни не могут выдержать один процент лоу выше 144 фпс ворфейс карта нефтебаза 16 внимание 16 человек ультра настройки 1080p шейдеры выключены знающие люди поймут даже после перехода на 64-битный клиент младшей модели не подходит для 240 герц несмотря на то что прирост фреймрейта в полтора раза вышло очень интересно процессор за 7000 рублей удел своего конкурента за шесть это тот случай когда производительность растет нелинейно относительно цены и это здорово новый младший райзен мечта для людей типажа вставил и забыл 8 мегабайт кэша под каждый кластер где два ядра только вдумайтесь можно бесконечно сравнивать цифрики в аиде но какой в этом смысл когда огромный кэш компенсирует задержки да возможно тест не идеальный потому что камни была разогнута 4 и 2 гигагерц по всем ядрам когда из коробки частота будет в районе 3 9 гигагерц возможно в реальности люди будут упираться в свою видеокарту но фрезы и просадки никто не отменял а я повторюсь из-за огромного кэша и смт их не будет поэтому тристо становится выбором пролетариата подписывайтесь на мой канал ставьте лайки подписывайтесь на мое сообщество мир пекаря всем пока